Всем привет, с вами Атам, добро пожаловать в Hearts of Iron 4 и у нас сегодня гайдец по стройке исследованием вообще в общих чертах. Берем основное, национальные духи. Они могут влиять у вас на абсолютно все аспекты в игре, настройку, политку, стабильность, поддержку войны, вообще абсолютно на все. Обычно ясно написано, там дебафы на стройку, дебафы на исследование и так далее. Получаются они за счет фокусов, либо за счет ивентов и решений. На строительство и исследование очень сильно влияет эта торговля. Разумеется, на закрытой экономике вы не получаете никаких бонусов, в основном даже дебафы. При открытости и закрытости экономики у вас меняется то количество ресурсов, которые вы продаете. То есть у вас у страны есть там допустим 100 стали, здесь вы 0 продаете, здесь соответственно 25%, ну и так далее. Также у нас чем больше открытая экономика, тем больше у нас бонусов есть. Да, есть дебафы, но они в основном связаны с разведкой, сильно они не влияют. И влияют же как раз таки вот эти бонусы, потому что разница ограниченного экспорта с свободной торговлей реально ощущается. Особенно если у вас на стране нету вообще ресурсов, спокойно ставьте свободную торговлю, получайте дополнительные бонусы. Но и также на многих странах, даже у тех, у которых есть ресурсы, ставится свободная торговля для того, чтобы получить максимально больше бонусов. Торговлю в приоритете держать свободной. Обсудим законы по экономике. И влияют они в первую очередь на количество фабрик, которые у вас строят что-то. На большинстве стран стоит гражданская экономика, соответственно у вас куча дебафов. Количество фабрик, которые уходят на товары народного потребления 35%. Вот эти проценты это базовый процент, который у вас идет на количество уходящее в никуда. Представляется он от всех фабриков военных заводов, суммарно. Ну допустим у вас 100 военок, 100 фабрик, суммарно у вас 200 промо, соответственно у вас будет уходить 70 фабрик в ТНП. Согласитесь это очень много. У вас по сути строить почти ничего не будет. Плюсом есть стабильность, которая влияет на фактор фабрик, производящих товары народного потребления. Но это другие проценты, в отличие от тех, которые здесь. Просто количество заводов, процент, а тут фактор. Это разные вещи. Сразу скажу, что меньше 10% вы сделать никак не можете. Ни на какой стране, ни с какими бонусами и так далее. То есть соответственно чем лучше у вас экономика, тем лучше для вашего строительства в итоге. Для постановки этих законов нам нужна в основном поддержка войны. Либо состояние войны. Что у нас влияет на поддержку войны, соответственно это напряженность в мире. Вы послали аташе, ваши национальные духи. А если ты хочешь совершать подвиги, то тебе пригодится сервис Купикод. На сайте Купикод ты найдешь самую низкую комиссию на рынке. В разделе недоступная в РФ собраны игры, которые нельзя найти в магазине стима. Но благодаря Купикоду их можно получить на свой аккаунт. И не нужно будет париться с новым аккаунтом. По моему промокоду комиссия на пополнение стима снижается на 2%. И дается также скидка в 10% на покупку игр гифтом. Купикод это больше чем сервис пополнения Купикод, это игровая система. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Пополнение стима здесь происходит просто дешево и безопасно. Для этого вам достаточно ввести свой логин, ввести промокод, применить и нажать оплатить. Сервис не будет запрашивать у вас ни паролей, ни других данных от аккаунта. Только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется безопасным. Для зарегистрированных пользователей же будет действовать кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также через Купикод можно пополнить и казахстанские аккаунты. Ну и также другие регионы стима. Турция, Казахстан, Аргентина и другие по выгодным ценам. Засловно Купикод крайне выгодный сервис, который вам поможет сэкономить. Ну и достаточно просто получить желаемое. Покупай игры или пополняй свой стим с помощью Купикод по ссылочке в описании. Далее поговорим про ресурсы. Отображаются они на карте с торговлей. Либо на вкладке ресурсы. Вы можете увидеть расположение. Сколько их. Опять же во вкладке торговли вы можете увидеть сколько вам не хватает. Сколько у вас излишков. То есть допустим мы закупились ресурсами. Вот у нас будет подсвечиваться желтый. Если у нас ресурсы больше закупаются чем нужен. Если у нас нехватки. Соответственно закупаем. Здесь у нас показывается сколько требуется конвоев. То есть если у нас сухопутная граница с страной вообще хоть как-то соблюдается. У нас идет торговля без конвоев. Если у нас какая-нибудь как Британия. Либо страна разделена с вами воюющими странами. Соответственно у вас будут тратиться конвои по морскому пути. Также давайте небольшой момент по торговле. У вас тратятся конвои. Если у вас их недостаточно. Соответственно не доставляется некоторое количество ресурсов. Также вы на карте можете видеть путь по которому у вас идет торговля. Иногда выгодно очень закрыть эти пути. Мы закроем Черное море. И Балтику. И идет через вот эти моря. Как вы видите конвоев стало тратиться меньше. Плюсом мы можем еще больше сократить допустим торговлю с Америкой. Мы закрыли. У нас идет теперь через Дальний Восток. Но мы можем закрыть еще и у Америки берега. В итоге это самый короткий путь торговли Советского Союза с Америкой. Теперь идем к вкладке стройки. Первым делом у нас идет инфраструктура. На что влияет инфраструктура? Она влияет на количество ресурсов в регионе. Также на скорость строительства. Но еще влияет косвенно на снабжение. С обновления ноу-степбэка это конечно влияние немножко поменялось. Так как существуют теперь узлы снабжения с железными дорогами. Дает радиус по крайней мере снабжение увеличивает. На некоторых странах если у вас заваляет ситуация. А именно у вас много слотов в регионе. У вас много ресурсов в регионе. Иногда бывает смысл поставить со старта построиться. Пока у вас закон о мобилизации допустим тостер. Далее авиабазы. Каждая авиабаза дает 200 слотов в данном регионе. ПВО сбивает вражеские страты. Также штурмовики которые стоят на приказе по удару по логистике. Такая вещь очень специфическая. И строить ее пригождается очень-очень-очень редко. Но если строите ПВО, стройте его со стороны той, с которой на вас будут летать самолеты. То есть допустим вот с Британией летают самолеты на вас сюда. У вас авиарегионы соответственно вот такое вот. Построить ПВО выгодно не в этом провинции, а именно в этих. И сбивать оно будет гораздо эффективнее. Ну и в эти регионы у вас первостепенно будет идти на лед. Радары вещь достаточно специфическая, но одновременно очень полезная. От уровня радара, зависит от прокачки, которую вы сделали в исследованиях. Вы поставите максимальный, как вы видите у нас радиус максимально увеличивается. Чем ближе к центру, тем больше у вас будет даваться бонус. Соответственно бонусы идут у вас как на обнаружение флота, обнаружение авиации. Также они могут вам помочь обнаружать вражеские войска, если у вас есть разведка по вашим оппонентам. То есть вот допустим у нас тут дивизии по границе стоят, мы можем вполне увидеть количество дивизий, их состав. Если у вас разведсеть есть по государству, то соответственно вы сможете увидеть еще больше. Ну и перейдем уже к строительной основной вкладке. Это военные, заводы, фабрики, верфи. Сами за себя все говорят. Фабрика для строительства. Вообще всего параметры такой, как стоимость конверсии. Гораздо ниже, чем стоимость строительства. Случай фабрики конечно не колоссально отличается, но все-таки отличается. В чем преимущество вот этой конверсии? Это вот этот у нас значок. Мы можем преобразовать военный завод в фабрику и наоборот. Если вы преобразуете военный завод в фабрику, это во-первых быстрее, то есть у вас раньше появится фабрика, будет раньше работать. Также если у вас стоит частичная мобилизация или вообще военка или тоталка, у вас будет это гораздо быстрее делаться, чем строится. Чего вы больше как итог можете настроить и фабрик, и следствие военных заводов. В основном эта конверсия реально полезна, это на Советском Союзе. Иногда на Германии может пригодиться. То есть эта конверсия реально полезна, если вы хотите играть на перспективу, на ранних стадиях, если у вас ранняя война, разумеется, этого делать не стоит. Обратный же случай, это конверсия фабрики в военный завод. Если вам очень срочно надо военные заводы, можете конечно это сделать. Плюсом у вас есть решение, которое преобразует во время войны фабрики в военные заводы. Ну оно такое достаточно специфическое. И на самом деле конверсия в фабрик военные заводы, но это прям отчаянный случай уже. Если у вас прям негде уже строить абсолютно. Нефтеперерабатывающие заводы дают вам резину, если у вас прокачанной технологии больше будет давать. Изначально это единица. Но, как вы видите, стоимость у него 14,5 тысяч молотков. Это до хрена. Кроме резины они дают также вам прирост топлива. Но по факту прирост топлива от НПЗ это копейки. Только с исследованными всеми технологиями у вас будет... Ну, допустим, давайте построим. Посмотрим на прирост топлива. Это у нас исследованы абсолютно все технологии на данный момент. И прирост топлива у нас тысяча. По факту 6 НПЗ. Строить НПЗ ради того, чтобы у вас было топливо, очень редко когда пригождается. Топливное хранилище дает вам 100 тысяч запаса топлива. Ракетная площадка вещь достаточно противоречивая. Она строится на месте тех же фабрики с военными заводами. Генерирует вам как раз таки вот эти ракеты со временем. При максимальной прокачке у вас, конечно, дальность будет колоссальная. Используются они в качестве стратегической бомбардировки. Если у вас максимально вкачаны вот эти ракеты, у вас такой уже радиус. Их, в принципе, использовать можно. Притом достаточно эффективно на самом деле. Но только при последней прокачке. Но опять же, кто доигрывает до таких моментов, чтобы полностью вкачать ракеты? Так только в одиночке происходит. А в одиночке они, по факту, по сути, бесполезны. Ядерный реактор стоит колоссальное количество молотков. 30 тысяч. И один по региону доступен. Благодаря нему у вас будут производиться атомные бомбы. Уже все, что связано со снабжением, это узлы снабжения. В соответствующей карте снабжения вы можете увидеть, где они стоят. Ну, либо, опять же, пристройки. Чем больше у вас концентрация хабов, тем больше у вас снабжения. Строительство хабов слишком дорогое. 20 тысяч молотков. Бонусами у миноров, которые есть по решениям на 300% скорости строительства, еще смысл иногда имеет. Очень редко, когда пригождается строительство узлов снабжения. Что более полезное, так это строительство железных дорог. Идет, в первую очередь, снабжение столицы. То есть, у нас чем больше будет уровень снабжения, пятая железная дорога, больше снабжения у нас будет поставляться в этот хаб. И, как альтернатива сапплай хабам, есть морская база. Четыре раза дешевле. Да, он за каждый уровень все больше стоит. Но даже постановленный один уровень морской базы может вам дать реально хорошее дополнительное снабжение. Он слабее, чем хаб обычный. То есть, если, допустим, как антиафрика, хабы, вы знаете, что тут достаточно далеко друг от друга. То есть, допустим, где-нибудь здесь построить порт, вам будет очень выгодно. Бункера дают дебафы на атаки вражеских дивизий. В первую очередь, работают против ботов. Ну и против людей, которые не знают, как с ними бороться вообще. Ну, либо у них средства для этого отсутствуют, от слова совсем. А как бороться с бункерами? Это, в первую очередь, авиация. Во вторую, это генералы, которые у вас имеют перк мастер штурма. И мы можем поставить вот эту осадную артиллерию, благодаря чему бункера пробиваются более чем. В основном, пункера это трата промышленности. В некоторых ситуациях может даже спасти вас, конечно. Что я бы не сильно бы сказал о береговых укреплениях. То есть, допустим, вы за какую-нибудь Британию защитаете Гибралтар, защищаете Мальту. Мы пройдемся теперь по исследованию. Полезны какие нежелательные, какие вообще забудьте. Многие спрашивают, почему ты не качаешь пулеметы? Отвечу, потому что есть куда более полезные технологии, чем вот эти пулеметы. Во-первых, это дается... В основном, это характеристика защиты. Потому что прорыв на пехоте у вас ничтожно мал. И вот эти 5% вам погоды абсолютно не сделают. В плане защиты, обычно у пехоты ее более-менее достаточно, чтобы более-менее стоять. Опять же, пехота в первую очередь, она держит фронт, а танки уже пробиваются. Безусловно, на каждой стране все по-своему. Не каждая страна может позволить себе танковую группировку. Если у вас не вкачана промышленность, какие-нибудь технологии, даже здесь, или даже винтовки какие-то не вкачаны, даже спецвайска не вкачаны, ну не качайте вы пулеметы. У вас есть куда более полезные вещи. По винтовкам тут, само собой, чем лучше винтовки, тем лучше. Но, опять же, учитывайте количество ресурсов, которое сжрется. И, опять же, если у вас большой минус, то переставлять на новые винтовки я бы не советовал. Крайней мере, если вы в войне. Переход из моторизации в механизацию. Механизация имеет гораздо более хорошие характеристики в плане доли техники, в первую очередь. Ну и защиты тоже кардинально больше становятся. Но они очень дорогие. Далее, амфибии. Это механы, но только плавающие. Имеют они бонусы при высадке и также штурме рек. Ну и еще болото у них есть бонусы. Полезно, разумеется, ставить на дивизии, которые у вас высаживаются. Если вы воюете в Европе, где, допустим, много рек, иногда реки не перейти. Бывает. И благодаря амфибиям вы можете реально это сделать. Бронемашины вообще забудьте. Это бесполезные абсолютно технологии, которые лучше не качать и никуда не ставить. В плане подавления кто-то скажет, что они выгодны. Да, они выгодны в плане подавления. У вас будет тратиться меньше людей на подавление. Это в некоторых случаях реально выгодно. Но это отдельная линия производства. Это надо изучить. Но и также это вы никуда не примените. Ставите ту же кавалерию на подавление. Там используются у вас винтовки. А винтовки это универсальная абсолютно вещь. Она куда угодно пойдет. Спецвойска. Это и на данный момент реальная имба. Самая полезная это само собой лопата. Синька пользу дает это разведрота. В первую очередь это разведрота на базе и в виде легких танков. Военная полиция. Она хороша для подавления в первую очередь. Ну а также она может вам дать дополнительно бонус к скорости восстановления организации. Ремонтная рота полезная вещь. Ну в первую очередь с ботами. Так как он любит упарываться. На нем можно пофармить снаряжение. Опять же надежность дивизии вы свою поднимете. Иногда может очень сильно пригодиться. Полевой госпиталь позволяет вам прокачивать ваши дивизии эффективнее. То есть потери у вас будет меньше. Даже в плане снаряжения. Потому что они дают еще и прочность дополнительно. В итоге если вы хотите сделать там себе ветеранскую армию. Благодаря госпиталям это будет сделать проще. Но опять же если вы хотите сохранить больше людей. На мелких странах это может более чем пригодиться. Особенно если у вас позволяет промышленность. Ротообеспечение позволяет вам меньше потреблять. От хабов снабжения. Ротсвязи позволяет вам быстрее ротироваться. Также позволяет вам иметь большую концентрацию огня. Вроне поезда могут спасти вас. Вас будут бомбить логистику вашу. Дора. Реально вещь полезная. Но редко когда на нее доходится. Я уже не помню когда их строил. Так сама по себе она реально полезная. Она дает дебаф и врагам. Но как-то вот исследовать ее и построить как-то уже давно не получалось. Свертяжи это бесполезный хлам. Шасси современного танка я бы тоже больше хламом назвал. В итоге лучший танк в игре это плавающий тяжелый танк. Как бы то ни звучало. А современный танк это шляпа, которая не стоит своего портия. Тут уже особо говорить не буду. Все полезно. ПТО единственное против ботов абсолютно вам не пригодится. Уже по факту все корабли юзабельны. Какие-то больше, какие-то меньше. Гарантированно конечно же это подлодки. Ну и одна из ключевых таких технологий в игре. Игра пишет, что нет у вас вместимости морского вторжения. То есть вы не можете просто вообще хоть как-то высадиться. Вам нужна вот эта технология. В плане исследований и бонусов для них. Вот эти технологии окупаются в первую очередь. Если у вас много ячеек исследований. Если у вас на стороне 2-3 ячейки исследований. Вам дальше вот этой технологии точно качаться смысла мало. Если у вас там 4-5 ячеек можете дальше качать. Но опять же всегда учитывайте то, что вам нужны другие технологии здесь и сейчас. А это должно окупиться еще. И окупается, но не супер быстро. Радио одна из самых нужных технологий. Всегда радары. Я объяснял до этого. И также можно ставить в флот. Помимо всего здесь дается координация. Координация бонуса реально очень хороший. Помогает вам конструировать огонь ваших дивизий. Они с большим шансом будут атаковать именно одну дивизию. И благодаря этому вы быстрее будете побеждать во многом. Ракетные технологии. Только при последней у вас появляется хоть какая-то адекватная ракета. По модулям, всяким ракетным двигателям и перехватчикам я бы не сказал, что смысл есть. Выбор здесь это рассред либо концентрированная промышленность. На концентрированной промышленности как итог производить больше. Но чтобы она реально заработала должно пройти 2 года примерно. Средоточка она окупается быстрее. У вас линия производства разгоняется быстрее. Также пару нюансов. Если у вас страна маленькая и строит очень мало. Опять же по ячейкам исследований у вас достаточно все скудно. Не стоит вам качать стройки. Толку вам будет крайне мало. Итак, как работают у нас эти бонусы? Во-первых, тратьте желательно их на те технологии, которые у вас исследуются с опережением. У вас там 38-й год, а вы если хотите исследовать танк 40-го. Но у вас при этом выбор есть исследовать другой танк. Или другую технологию, на которую работает этот же бонус. В приоритете у вас будет все-таки технология более старшая. В первую очередь так работает с промышленностью. У вас появляются вот эти вот скидки по фокусу на промышленность. Не стоит их тратить на промышленность. Там вторую, третью. Это бессмысленно абсолютно. Если вы играете на перспективу. Околоисторично вы играете. В Британии на той же скидке оставляются на четвертую и пятую промышленность в основном. У нас до этого момента все исследуется. И до момента получения самих скидок. Остается исследоваться нужной технологией. Чтобы оставить как раз таки на четвертую и пятую промышленность. На той же Германии следуется третья и четвертая промышленность. И это реально очень сильно нужно. Почему? Потому что это во-первых объемное производство. Во-вторых количество слотов на вашей стороне. Дополнительно можно ускорить скорость исследования в промышленном том же концерне. Сразу скажу. То что бафает синтетические ресурсы. Бафает только вот эту ветку. Но при этом бафы на промышленность работают на всю вот эту вкладку. То есть и на вот эти тоже. Перейдем к производству. Производительность верфи. Это по факту выхлоп верфей. Ничто кроме него не влияет на их производительность. Объем заводского производства. По факту сколько у вас выхлопа дает одна фабрика. На определенный разгон линейки. Безусловно очень важный параметр. В итоге она дает вам немало. Опять же разница между концернной промышленностью. Рассредоточена именно в этих процентах. Поксимальная эффективность это по факту вот эта вот линейка. Чем она больше тем больше потенциал производства. Но когда у вас ставятся новые военные заводы на производство. У вас будет само собой не разогнана эта линейка. 0,256% в день. Сохранение эффективности производства. Это когда вы ставите новое шасси допустим танка. Либо переделываете танк. Вот допустим ставим радио. Вот у нас сейчас 44%. Вот мы ставим радио и у нас становится 40%. То есть вот этот параметр сохранения эффективности. У нас будет влиять полноценно на вот это скидывание процентов. Рост эффективности абсолютно влияет на заполнение вот этой шкалы. При наведении на количество вам покажут ваши бонусы на производство, на объемы. Также сколько у вас фабрика имеет выхлопа. Также уменьшение стоимости производства. Ставятся военные заводы. Безусловно это стоит делать. Благодаря чему у вас прокачивается военный завод за каждую произведенную единицу. Мы можем также перемещать. Если у вас допустим нехватка ресурсов. Вот у нас здесь нехватка резины. Мы можем переместить ее выше чем другие которые потребляют резину. Соответственно приоритет резины будет распределяться так что вот сверху вниз. То есть в приоритете будут верхние технологии. А потом уже только нижние. Если дебаф мы уменьшили. То здесь он увеличился. Но если у вас дебаф низкий. То есть допустим вот оставим только вот эти самолеты на производство. 10%. Это в принципе терпимо. Не тратьте вы одну фабрику ради этого. Особенно если у вас страна не самая маленькая. И вы только развиваетесь. Вам эта фабрика больше даст. Основной я вам рассказал. Надеюсь он был полезен данный видос. Не забываем ставить лайки. Подписываться на канал. Ну и также оставляем свои комментарии. Может какие-то дополнения вы тоже тут внесете. Всем спасибо. Всем удачи. И пока.